Приветствую вас, Денис, чтобы я сказал, отвечая на вопрос, который вы задаете, как лучше поступить. Я бы, пожалуй, сказал так, что каких-то вариантов, идеальных вариантов, хороших вариантов, которые могли бы быть в контексте того, как поступить в эту ситуацию. Я думаю, что еще нет, потому что как бы вы не поступили, все равно вы будете видеть какие-то, что называется, негативные элементы в любом своем поведении, в любом своем поступке, потому что идеального варианта здесь нет. И какого-то универсального способа решения проблемы нет. Лично мне показалось, что когда вы говорите, например, что они позорят вас своим поведением, мне показалось, что здесь вот, ну, именно вот в этом моменте, где вы говорите, что не позорят вас своим поведением, вы как будто бы слишком сильно втягиваетесь во взаимодействии с ними, как будто бы слишком сильно они влияют на вас, и как будто бы есть у вас таким образом сложности в контексте, выстраивая личные границы. Вот. То есть вам именно, что сложно может быть выстраивать личные границы с ними. Вот. Ну, то есть я имею ввиду вот с мамой и братом. И если это так, да, если это так, то в первую очередь работать, в первую очередь обратить внимание, вам нужно именно на на простройку личных границ, вот, с ним. Там, что без этого, с момента, куда бы, куда бы, куда бы вы не уехали, куда бы вы не уехали, и где бы вы не было. Но все равно, они, что называется, достанут. Вот. Достанут им именно, вот, потому что вы сами, в какой-то степени, ну, будете позволять им это делать. Потому что уже сейчас вы даете деньги, вот, платите за кредит маме, вот, и помогать им. Любая помощь в такой ситуации, на первый взгляд, кажется тем, что помогает, но всегда приводит только к тому, что люди, вот, ну, в частности, вот, ваша мама и брата, вот, люди уходят в еще больший, как бы, отрыв, еще больший, еще больший, как бы, запой, еще глубже, погружается, вот, в это состояние, в состояние, когда, по сути, человек сам себя разрушает. А здесь дело в том, что вы хотите сбежать, и ваше желание сбежать, ну, вполне понятно, вполне нормально, нормально. Ну, проблема, ну, проблема не решит, вот, как мне кажется. Потому что, если у вас есть чувство, допустим, вины, перед своей мамой или перед братом, вот, или если у вас есть такие ощущения, как злость, обида на них, вот, если у вас есть такие ощущения, как ожидание чего-то от них, вот, то, где бы вы не находились, где бы вы не были, все равно на вас это будет влиять. То есть, все равно мама будет просить у вас что-то, все равно мама будет требовать от вас что-то, вот, и... Правда в том, что, отказать вам ей будет сложно, а, как бы, ваши чувства будут давать о себе знак, вот. Поэтому я пытаюсь сказать, чтобы вы не смотрели в сторону того, чтобы уехать куда-то, сбежать. Смотрели в сторону выстраивания личных границ и освобождения от созависимости. Вы можете, в принципе, почитать в интернете, что такое созависимость, вот. В интернете это есть информация, вот. И будучи с собой честным, вот, честно себе признаться в том, что у вас это самое, с созависимостью имеет место быть, вот. И, соответственно, уже что-то с этим делать. То есть, прорабатывать некоторые, вот, ваши сложности и трудности, которые были, например, в вашем детстве. Да, прорабатывать мне какие-то моменты, которые были у вас в детстве. Вот. Что вы жили один, значит, ну, в смысле, с бабушкой. Ну, вот и так далее. Вот. Возможно, у вас имеются некоторые страхи, вот. Возможно, у вас имеются некоторые тревоги, вот. И со всем этим желательно работать, со всем этим желательно взаимодействовать. Важно, чтобы вы, ну, касались этого сами. Вот. Чтобы вы касались этих мест, чтобы вы не бежали от этих мест, вот. Ну, по-а-а. По крайней мере, вот так, как это выглядит сейчас. Да, сейчас выглядит, что вы просто хотите сбежать, вот. Вот. Я вас понимаю, я не обсуждаю вас ни в коем случае. Вот. И ваше желание мне понятно. Вот. Ну, просто это путь, это путь никуда. Вот. Понимаете? Поэтому, вот, хотелось бы вам помочь, да. Хотелось бы, чтобы вы все-таки были счастливы по-настоящему, вот. А не иллюзорны. Как-то. А для этого, вот, как раз, нужно работать с... Это вот такая своего рода достаточно жесткая модель любви, скажем так. И вы можете быть к этой модели не готовы. Вы можете быть к этой модели любви не готовы. Она может вам, ну, противоречить вашим цельницам. Ну, только такая модель способна вывести ваших близких из того, как бы, из того пике, да, в котором они оказались. Вот. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать. Вот. То есть, это некое вопрос о том, как лучше поступить. Как лучше поступить, мы не знаем. И можете поверить, что не знает никто, как вам лучше поступить. Потому что, ну, как бы... Это ваша жизнь, и... Вам решать, как действовать. Только вы решаете, и... И вы отвечаете на свою жизнь. Вот. Вот. Я знаю только, что... Идеальных вариантов не бывает. Вот. И, соответственно, какой бы... Вариант вы не выбрали... Вы... Вот. Что бы вы не выбрали, Вы будете все равно недовольны. Вот. И... Вариант, что бы было всем хорошо, нет. Вот. Варианта такого, что бы было всем хорошо, его не существует. Делать что-то из, например, злости. Да? К примеру. Ну... Из злости на... Допустим... Ну... На свою... На свою маму, например. Или на брата, например. Да? Тоже не очень хороший вариант, потому что... В злости... Не... 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 Не осознаются... Другие чувства. Но... Но. Это, может быть, например. На своемohl'ем. Наау. 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 Наём. Наау. 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 Но если это игнорируется, то вы не можете чувствовать себя свободно. Ну по понятным, я надеюсь, причинам, да, я надеюсь, что-то, понятно, причинам здесь на этот момент, это достаточно важно, как мне кажется. Вот, значит, вот, в принципе, то, что хотел бы я вам сейчас ответить. Значит, есть такая книжка за авторством Валентины Мскаленко «Со зависимости от семейной болезни». Почитайте эту книгу, она весьма простым языком написана и достаточно хорошо описывает и показывает те моменты, основные, вот, которых я касался. И, соответственно, от вашей честности, ну вот непосредственно с самим собой, например. Зависит то, как будет дальше развиваться событий. Вот. То есть будут ли события развиваться в таком ключе, что ваше состояние будет улучшаться и вы будете чувствовать себя лучше или вы будете бегать. вот. Вот. Вот свои же собственные семьи. Вот. Все, как вы понимаете, несколько странные и совсем нежелательные. вот. Самое главное, что результат никакого не дает и, как будет, счастливее никого не делает тоже. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот такой ответ. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моим ответам, да, это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи вам.